И когда он сел, они говорят, али, 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 то есть гоу, 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 поезжайте. А он так испугался, он сидит, я вижу, сидит, трясет его просто от страха, трясет. И он стоит, они ему кричат, уезжай, а он стоит, они начали просто стрелять, по машине стрелять, в лобовое стекло. Ну, так, стекло посыпалось на нас. Ну, когда он как-то пришел в себя, выехал, местные люди, когда мы приехали, они говорили, все, Василий, ты больше к нам не возвратись, ты больше не возвратись. Я говорю, почему, когда я читаю вот путешествие апостола Павла, слушай, несколько раз он говорит, в опасностях на суше, в опасностях на море, кажется, три раза разбивал корабли крушения, один день, один день и ночь пробыл в пучине морской. То есть злодеи постоянно. Ну, это нормальная жизнь миссионеров. Вообще возрастная категория, сколько? Ну, от 18 лет до 40 лет, я скажу. Были люди, которые оставили свои семьи, да, даже один Александр из Колумбус, пятерых детей оставил. Вот я организовываю поездку, я обязательно предупреждаю всех, это очень опасно. Если вы чувствуете эту ответственность от Духа Божьего ехать, это вы едете на свой риск, я их обязательно предупреждаю. И все-таки, несмотря на все опасности, и они знают прошлую историю нашу, я рассказывал это в церквях, все-таки люди едут, родители отпускают, благословяют. Произошла вот этот цунами, можно сказать, понимаешь, вот в жилом секторе образовалось озеро сейчас. Вот в этом городе, где нас стреляли, где нас останавливают, мы знали, люди наибольше пострадали. И мы чувствовали обязанность все-таки поехать к этим людям и их кормить. Три месяца спустя мы приехали, 6 человек приехали туда, мы развозили продукты, приблизительно 20 тонн продуктов мы развезли, раздавали этим людям в церквях, в миссиях. Нет, там мы покупали, ну, знаешь, как мы покупали, как ты сказал, страна полного хаоса, коррупции, власть коррумпированная. Мы приезжали на базар, мы купляли там целые вот горы продуктов рис, масло. Написано, US humanitarian aid, not for sale, не для продажи, гуманитарка американская. Они нам продают, мы приехали с Америки, понимаешь, мы платим деньги в два раза дороже, покупаем и бесплатно развозим миссиями. Поэтому такое беззаконие просто. Василий, скажи, пожалуйста, откуда вообще столько проклятий, столько зла, столько коррупции, столько бед? Вот это ты правильно сказал, почему такое проклятие. Интересно тот факт, что вот эта страна, вот этот остров составляет две страны. Это Dominican Republic и Гаити, да? И вот через границу переедешь, намного лучшее жизнь. И нет таких бедствий, стихий. Ничего там не случается, а все остается как бы на этой стороне. Почему вопрос, да? Дело в том, что эта страна считается как католическая страна. И вместе с тем, на уровне даже правительства, прошлый экс-президент, он считал себя католиком, да? И в то же время он практиковал Вуду. Это открытое подклонение злым духам. Народ поголовно просто, то есть настолько много поклоняется злым духам. Везде, где мы ехали. Иногда бывало так, мы проезжали, и когда они видят, едут христиане, да? А белые, как миссионеры, всегда христиане, они ставят какие-то, ну, я не знаю, что там, камень, допустим, заматывают в черное полотно какое-то, и стоят на дороге, ставят на дорогу, и в два ряда выстраиваются и проклинают нас. Мы всегда говорим, мы во имя Иисуса Христа, и мы проезжаем. Это, конечно, нас не пугает, но чародеи, колдуны, вот это все зло. И люди обращаются за помощью туда. Не считая себя католиками, считая себя христианами, этот президент, я не знаю, как насчет этого президента, сейчас, но вот Аристар, он открыто исповедовал и католицизм, и Вуду. Понимаешь? И поэтому, я думаю, что это есть проклятие. То есть они как бы держат открытыми двери дьяволу. Да, действительно. Другими словами. Действительно. И поэтому, ну вот, бедствие за бедствие, цунами, зимит растение сейчас произошло. И знаешь, как я видел, когда только это случилось, вот мы были прямо там, в эпицентре этого события. Вот знаешь, как интересно, как люди отреагировали. Вот когда случилось бедствие, все люди обращаются сразу к Богу. Вот все люди, мужчины, женщины, на колени становятся, поднимают рук, я не понимаю его языка, я понимал, они молятся, все, джиза, джиза, джиза. Видно было, как мужчины ходят по улице, проповедуют, сразу очень громко говорят, проповедуют. Это истинный, сразу истинный харизма, ты понимаешь? И сразу, на следующий день, когда только успокоилась, я слышал там и смех, и крик, и уже потом бандитизм начался, а сейчас вы видите сами, какая, то есть, что там происходит, там убивают людей сейчас. Когда мы начали возвращаться, мы где-то тоже выехали, ну, после обеда выехали, и подъехали к первой большой горе, это было как перевал, и там мы остановились, нельзя было выехать. Мы пробовали, мы пхали этого трока, большой грузовик, это большой грузовик, нельзя было выехать. А сколько у вас человек было в грузовике? Ну, скажем, у нас два трака были, поэтому где-то было, скажем, ну, 50 человек, 55 человек, и мы должны были просто оставить одного трака, а этот маленький, мы выпхали его, и так добирались до аэропорта. Мы нашли, сами нашли, какие-то связи там были у нас, и мы нашли аэропорт, маленький аэропорт. А что такое аэропорт? Это просто площадка, маленькие кустики, там трава, все такое, и самолет просто садится возле океана, и так, это аэропорт, никакого помещения, ничего нет, вообще, просто среди поля. Мы, как выехали, сразу спор об принц, то там сразу дороги дуже такие добрые, там все нормально, скоро ехали, потом там было чуть-чуть, уже дороги не было такой, але дальше уже, как мы попали в горы, там уже было чуть-чуть тяжче, мы там ехали, крутые дороги дуже, и уже, как мы приближались до места, до этого села, где могли строить, там самая остальная такая, ну, дорога, очень крутая дорога, и как раз, сразу, з одного боку, просто, как бы земля, сцена, так, и трок мусил проехать, и он был нагруженный, и очень высокий, мы сразу побачили, что была проблема, и все просто с трока, и сам трок с материалом ехал, и все просто, мы залезли, мы ждали с верху, и трок ехал уже до низу, не мог справиться, и он на тормоза нажал, и вот так кидало, кидало туди-сюди, и потом, как он остановился, он остановился, ударился, так, в стену, в землю, с одного боку, а колесами передними он ехал с дороги, уже был над обрывом, и он так стал, и мы, в тот же день, как мы ехали, мы хотели там что-то вытягнуть, ничего нам не получилось, где-то было в три часа дня, а там где-то до шести, шести уже так темнее, мы туда не могли ничего сделать, постарались, постарались, и так, ну, как завжди, там, все село зібралось, там, триста людей делятся там. Он так стоял, что, ну, просто надо было пролазить возле этих троков, что места совсем не было, ну, так страшно очень было. Это так у тебя прошел первый день твоей поездки в Гаити? Да, ну, когда мы ехали на этих троках, смотришь вниз, обрыв с одной стороны, с другой стороны, ну, такого адреналина я уже в жизни ни разу не чувствовала. Жалела, жалела, честно. Но Бог очень помогал, Он готовил нас к этому, нас, ну, как, разум так не очень воспринимали, мы думали, что Бог нам поможет. Я ехал на оборудованной машине, за мной гнался вертолет, короче, уже куда от вертолета? Дальше нету, я выбежал, начал бежать. Я понял, что уже все, я просто думаю, Бог все-таки есть выход. Везде милиция ходит. Я молюсь, я говорю, Бог, говорю, ну, если этот раз, я иду в церковь. Пошел в церковь, с Библией костюм одел, все по-христиански, и обратно же не нашел того настоящего. Я уже дома, когда спал, у меня уже пистолет лежал под подушкой. Дальше уже не было, потому что мой отец уже обходил меня. Все в семье верующие, все, ну, а этот, короче, какой-то изверх маленький. И вот этот весь мой бунт, который я имел против отца, что он меня бил, что он меня постоянно нагло опускал, воспитывал постоянно, он сломался, потому что он конкретно, просто так конкретно сказал, что я тебя люблю. Это просто мою жизнь перевернуло. Б М Субтитры сделал DimaTorzok